МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Россия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Чем это обусловлено? Это обусловлено прежде всего тем, что предыдущая система не отвечала требованиям времени, не отвечала принципам экологической безопасности и не давала ответ на ряд важных вопросов, один из которых является несанкционирование за хранение отходов. Большинство отходов твердых коммунальных поступало на свалки, число их и площади ежегодно возрастали, тем самым было негативное воздействие на окружающую среду, это и на землю, и на водные источники, и на воздух. Поэтому правительством Российской Федерации было принято решение перестроить всю систему обращения с ТКО и построить ее на принципах того, что все отходы должны проходить первичную обработку на предприятиях коммунальной инфраструктуры, проходить первичную обработку, сортировку для того, чтобы извлечь полезные фракции, для того, чтобы их впоследствии направить на глубокую переработку и ввести в хозяйственный оборот. Также одним из принципов является уменьшение количества захоронений отходов. То есть, чем больше мы перерабатываем, тем меньше захораниваем. Ну и исключить несанкционированное размещение отходов. Вот основные принципы. Но, насколько я понимаю, все это не быстро и требует больших вложений. Да, действительно. Ну, начну с того, что с 1 января прошлого года все регионы Российской Федерации должны были перейти на новую систему. Саратовская область перешла на новую систему, начала переход чуть ранее. Это произошло в августе 2018 года. Значит, была разработана территориальная схема обращения с отходами, был, значит, определен региональный оператор. И на сегодняшний день у нас две зоны деятельности регионального оператора. Первая зона – это в основном левобережные районы, плюс, значит, Вольский, Хвалынский район и город Саратов. В первой зоне сформирована система, значит, коммунальной переработки. Были построены три мусороперерабатывающих завода в городе Янгесе, Балаково и в Саратове. Мощностью 380 тысяч тонн в год. Также были построены 19 мусороперегрузочных станций. И новый полигон в городе Янгесе, мощностью 350 тысяч тонн. Что позволяет сегодня нам уже, значит, отправлять отходы на предприятия обработки, до 80% отходов, которые у нас образуются в Саратовской области. Во второй зоне у нас образуется всего лишь 20% отходов. Вот это в основном правобережные, значит, районы Саратовской области. На, значит, объектах переработки, о которых я сказал, происходит сортировка отходов, значит, их дальнейшее направление на глубокую переработку. На сегодняшний день отбирается, в общем-то, порядка 20 фракций. Это и пластик, это и, значит, металл, картон, бумага. Только пластика на сегодняшний день отбирается до 12 фракций. И все это, соответственно, отправляется на глубокую переработку. Ну, то есть, насколько я здесь понимаю, здесь ответственно к этому должны подойти и сами саратовцы, жители нашего региона, чтобы осуществлять разборный сбор мусора, если можно так сказать. Да, у нас в городе появились уже разноцветные баки, на которых написано, что для чего нужно. Но, я так понимаю, осознание того, что нужно это делать, пришло еще не ко всем. Да, у нас раздельный сбор мусора является приоритетным направлением, скажем так, перспективным направлением. С прошлого года мы начали реализовывать пилотный проект. Это на территории Волжского района. Региональным оператором на всех контейнерных площадках, а их 200, были размещены контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Были поставлены три типа контейнеров. Это для пластика, для сухих отходов, которые потом подлежат сортировке, и для мокрых, так называемых, отходов. Это в основном пищевые отходы, которые, в общем-то, не подлежат сортировке, а подлежат захоронению. И, в общем-то, здесь мы изучаем этот вопрос в рамках пилотного проекта. Здесь стоят два вопроса, скажем так. Это готовность, как вы сказали, населения к данному сбору, данному процессу, и экономическая эффективность. То есть надо определить себестоимость данного вопроса, и увидеть экономическую эффективность, чтобы выработать дальнейшие пути движения в данном направлении. Экономическая эффективность сейчас по истечении года будет подсчитана. О готовности населения можно сказать, что, к сожалению, наверное, еще не все у нас люди, которые участвуют в этом процессе, готовы к раздельному сбору. Но это говорит, в общем-то, об этом говорит качество сбора, потому что в контейнеры с сухими, скажем так, отходами попадают мокрые. То есть не смотрят, потому что национальности просто кидают. То есть, да, качество оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, это направление для нас, я еще раз говорю, перспективное. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении. Но активнее, наверное, надо обсуждать этот вопрос с населением, которое участвует в этом процессе, активно вести диалог. Ну и использовать опыт зарубежных стран, потому что во многих, особенно в европейских странах, этот процесс уже там порядка 25 лет идет и, в общем-то, имеет положительные результаты. В различных странах это по-разному. Допустим, в Германии там до семи фракций, в общем-то, собирается раздельно. У нас пока вот мы три контейнера. Но в основном в европейских странах это два-три контейнера все-таки. Ну, смотрите, вот вы как раз говорите о неких проблемах, да, со стороны, допустим, тех же саратовцев, которые не понимают, что нужно вести раздельный сбор мусора. Еще какие-то проблемы были глобальные с введением вот этой новой системы? Ну, пока что, я говорю, мы отрабатываем на пилотном районе, Твозский район. И, подводя итоги, будем уже делать конкретные выводы по экономике и по готовности. Хорошо. А такой вот вопрос. А какова перспектива на будущее по работе новой системы вот по обращению с твердыми коммунальными отходами? Ну, говоря о перспективе, здесь, наверное, надо сказать, что сегодня главной движущей силой, наверное, этого процесса является национальный проект «Экология». В рамках данного проекта перед нами поставлены определенные задачи в виде целевых показателей, на которых мы должны в перспективе выйти. Ну, основные показатели – это, в общем-то, процент захоронения, то есть он должен снижаться вдвое, процент сортировки и, в общем-то, направление полезных фракций в дальнейший хозяйственный оборот. К 2024 году этот процент должен быть 36%. В общем-то, мы будем стремиться выполнить этот, значит, показатель. А к 2030 году мы должны вдвое снизить объем захоронимых отходов на полигонах. То есть 50% использовать, значит, и пускать на вторичный, так сказать, на вторичный использование в хозяйственный оборот. Но для этого, безусловно, надо продолжать создание коммунальной инфраструктуры. Я уже о первой зоне говорил, что у нас здесь три предприятия созданы современных. Ну, а на территории второй зоны существует необходимость создания также объекта по захоронению полигона на 120 тысяч тонн и, значит, мусоросортировочного завода на 75 тысяч тонн и одной мусороперегрузочной площадки. То есть данный объект будет обслуживать у нас 8 районов правобережных. Вот, поэтому сейчас работа ведется в данном направлении. Есть дорожные карты, которые мы, наше министерство разработало совместно с корпорацией развития Саратовской области. Вот, значит, сейчас идет работа с потенциальными инвесторами. Вот, и к 22-му году мы планируем запустить данный объект. Также мы рассматриваем вопрос по строительству объекта по переработке пластика на 20 тысяч тонн в год. Это более глубокая переработка. Вот, поэтому, в общем-то, тоже рассматриваем. То есть после введения этих объектов можно говорить о том, что, ну, проблема утилизации мусора, захоронения мусора, переработки его в нашем регионе будет решена? Ну, до конца нет, потому что, значит, глубокая переработка отходов является приоритетным направлением в нашей работе. И мы будем продолжать и дальше двигаться. Понятно. Еще такой вопрос. Смотрите, а вот с какими проблемными вопросами пришлось столкнуться при переходе на новую систему обращения с ТКО? Или, например, уже в ходе реализации реформы? То есть вот, когда ввели, да, вот эту новую систему, все ли стало понятно? Все ли все понимали, что делать? Ну, делая анализ обращений граждан, можно сказать, что в начале, значит, реформы в основном были вопросы по, значит, самой реформе, по расчетам коммунальной услуги, значит, по периодичности вывоза мусора. Сейчас на повестке дня стоит вопрос по транспортировке веток. Это отходы, которые у нас образуются, значит, в результате ухода за зелеными насаждениями. Значит, данные отходы, они не являются коммунальными, поэтому должны вывозиться отдельно, по отдельным договорам, муниципальными образованиями. Это, значит, в основном, большие объемы у нас данных отходов образуются в крупных городах. Это город Саратов, Энгис, Балакова, Вольск, Пугачев. Работа, безусловно, ведется, большая работа, но, к сожалению, не везде она проводится своевременно. Есть положительный пример у нас, вот город Энгис. Несмотря на то, что там большой объем, работа ведется системно. Сейчас покупается новая техника, вот, и становится лучше работа в этом направлении. Также положительный пример я мог бы привести по городу Балакову, по городу Ртищеву. Но, хоть и говорят, что это сезонная работа, когда весной и осенью обрезают зеленые насаждения, ведется обрезка зеленых насаждений, но она должна вестись, в общем-то, круглый год. И, в общем-то, системно в крупных городах она должна вестись ежедневно. Необходимо выделять определенные, направлять на вывоз данных отходов нужное количество техники. И тогда у нас, в общем-то, будет меньше вопросов. Но по всем жалобам мы, в общем-то, оперативно отрабатываем. То есть, смотрите, этим вопросом, вывозом именно вот таких отходов должна заниматься администрация, насколько я понимаю. И они должны выделять технику, чтобы вывозить это все. Да, потому что они не являются твердыми коммунальными отходами в соответствии с федеральным законодательством. И региональный оператор, в общем-то, он у нас вывозит только таково. А куда их везти, вот эти деревья? Ну, если они измельчаются. Вообще, есть практики, допустим, по тому же Энгельсу-Поблакову, когда используют измельчители. В общем-то, тогда вопросов становится меньше. А так, на специально отведенные площадки с дальнейшим измельчением этих отходов. Спасибо, что пришли к нам в студию и подробно отвечали на наш вопрос. И я напомню, что с министром природных ресурсов и экологии области Константином Доронином мы говорили о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Субтитры подогнал «Симон»